МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуске СЛАХ ПАРАД. С вами Богдан Петров. 15 дней понадобится агрария Маккаинского района, чтобы закончить посевную кампанию 2021 года. Начали ее в середине мая и уже до начала июня планируют завершить сев. Общая посевная площадь составит 212 тысяч гектаров. Большинство земли предназначено под зерновые культуры. Как проходит кампания, расскажет Илья Кудряков. В ТО ДНД Каккаинского района уже завершают посевные работы. Осталось последнее поле. Каждый год здесь собирают не меньше 25 центнеров зерновых. В кампании 2021-го задействовали 13 посевных комплексов. Отсюда и такой быстрый результат. Тем более погода позволяет. В день удавалось засеивать до тысячи гектаров, в то время как общая площадь в этом году составила 15 тысяч. Нынче посевная прошла, можно сказать, удачно. Условия для этого были созданы максимальные. Рабочий день начинается у нас с 7 утра и световой день. Условия техника у нас обеспечены 100%. Техника новая. Несмотря на жару на улице, условия работы на этой технике очень отличные. Кондиционеры. Техника безотказная. Потому что ей в ТО уделяют большое внимание. Каждый год машино-тракторный парк пополняется новыми экземплярами. Буквально сегодня из Польши привезли первые 2 из 6 телек для перевозки будущего урожая. Со стороны государства мы полностью обеспечены ГСМом удешевленным. Субсидии получили на гербициды, на удобрения полностью. Все своевременно. Мы довольны своей работой. В этом году, если до Бога урожай даст, я думаю, 30-летию мы дадим не меньше 30 центов урожая. Еще одно из крупных хозяйств в районе ТО Иван Зенченко, основанное в 2013 году. На сегодня посевная площадь составляет 18 тысяч гектаров. 10 ушло под зерновые, 4 под масличные, а остальное под кормовые. Большие надежды у нас на урожай есть. Почему? Потому что технология вся выполнена. Есть подработка, прикрытие влаги, внесение удобрений. Сегодня, благодаря поддержке государства, у нас есть возможность достойно внести хороший вклад в качество нашей земли, чтобы она нам дала достойный урожай. Мы в этом году практически внесли, если по зоту считать, пределы 30 килограмм на гектар. Такого у нас тоже никогда не было. Почему это происходит? Потому что здесь нужно отдать должное. Все-таки стоимость удобрений, которая субсидируется. И мы видим, что удобрение работает. Сегодня не только в этих хозяйствах, но и все сельхозтоваропроизводители, благодаря поддержке от государства, могут позволить себе ежегодное обновление машино-тракторного парка. Скажу, знаете, не только про себя. Сегодня приятно уже за крестьян, за фермеров. Едешь, смотришь, уже не та техника, которая раньше была, там ДТ-75, К-700 и старые. Есть фермера, которые уже покупают иностранную технику. Это уже о многом говорит. Это вот именно и есть та цель, которую ставило государство, о том, чтобы и обновление парка, нового парка, современного парка. И я еще раз повторяю, что фермера, которые раньше не имели возможности, сегодня они уже глазом смотрят на современную технику, техника будущего. Всего по области в этом году аграрии засеют 4 миллиона 300 тысяч гектаров. 3 миллиона выделили под зерновые. Несмотря на жаркую погоду, посевная проходит по срокам. И ориентировочно закончить ее планируют 3 июня. Большая поддержка со стороны государства. На субсидирование в области растеневодства выделено порядка 17 миллиардов тенге. Уже по всем направлениям субсидий, это минеральные удобрения, гербициды, инвестсубсидии. По всем идет прием заявка и оплата по данным субсидированиям. В этом году, в принципе, стоит, как вы видите, на сегодняшний день жара, сильная жара стоит. Но для сева это не мешает. Конечно, если бы были дожди, будут дожди в конце мая, начале июня, то это вообще способствовало хорошему урожаю. Если многие жители региона хотят, чтобы первый месяц лета был таким же жарким, то вот аграрии области, наоборот, ждут не дождутся прихода дождей. Ведь от них в конечном итоге и будет зависеть урожай. Илья Кудряков, Вадиль Нуржанов, Служба новостей. Между музейным комплексом резиденции Аблайхана и Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Аблайхана подписан меморандум о сотрудничестве. Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана основан в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны здесь готовили лингвистов и переводчиков. В настоящее время в УЗИ обучается около 8 тысяч студентов по 17 мировым языкам. Университет с 80-летней историей утвердил план проведения ряда мероприятий в целях празднования знаменательной даты. Самое важное из них – открытие музея в учебном заведении. Такую благую инициативу поддержала резиденция Аблайхана в Петропавловске. В данный момент я приехал сюда, в Североказахстанскую область имени Петропавловск, резиденция Аблайхана, для того, чтобы для сбора материалов в этом году отмечается 80-летие нашего университета, юбилейная дата. В связи с этим мы сейчас хотим открыть музей в нашем университете. Но главным источником информации про Аблайхана является резиденция Аблайхана в этом городе. Поэтому сейчас с резиденцией Аблайхана и с нашим университетом, между ними сторонами заключается меморандум. Казахскую национальную игру лянгу возрождает семья из города Булаева. Популярность ее в последнее время заметно спала. Играют в нее в основном сельские жители индивидуально или в командах. Суть заключается в том, что так называемые мячи изготовлены из шкуры и свинца, необходимо набивать ногами, не роняя ее на землю. Моя коллега подробнее. Мейрам Респаев живет в Булаево. Интерес к возрождению национальной культуры он проявляет уже много лет. Выражается это в изготовлении различных предметов быта. Так, например, из конского волоса он делает аркан. Веревку плетет таким же способом, каким пользовались и предки. Родил свой мелец в казахском ауле. И с детства любил все, что связано с лошадьми. С отцом ходил на охоту, обучался всем тонкостям. Теперь он шьет одежду и шкур различных животных. Это мех лисы. Перед тем, как приступить к работе с ним, шить изделия и другие вещи, его нужно хорошо размять. Этот момент на подготовительном этапе очень важен. Мейрам Респаев один из тех, кто вносит свой вклад в возрождение казахской национальной игры лянга. На овечью шкуру размером чуть меньше ладони вклеивают свинец или пришивают ниткой с пробитием отверстия. Чем длиннее мех, тем легче контролировать полет линги. Дарит умелец их внукам и соседским детям. Иногда поступают и заказы. Немало в творческой мастерской семьи Респаевых и различных изделий из дерева. Помогает во всем его супруга Алия. Я всему училась у мамы. Она была швеей, всегда сидела рядом и смотрела. После окончания школы я тоже выучилась на эту профессию. После окончания учебы семь лет проработала на фабрике. Супрыги Респаевы занимаются любимым делом не ради прибыли, а ради возрождения казахских национальных традиций. Глава семейства планирует приобрести Беркута и стать Беркучи, ведь это мечта его детства. Анастасия Дроняк, Нурсултант Электезов, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. К этому часу у меня все. Увидимся в 17.30. До встречи.